Православная церковь официально канонизировала святую Софию, княгиню Слуцкую, по благословению владыки Пимена в соборе белорусских святых 3 апреля 1984 года. Как художник и православный человек, тематикой белорусских святых я интересуюсь давно. Одна из моих любимых работ – гравюра святой и праведной Софии Слуцкой. Приступая к созданию образа, я очень много времени уделила изучению исторических материалов. При жизни она не творила чудес, как многие великие святые. Пытаясь сохранить православную веру на родных землях, она не бралась за меч. Святая праведная София Слуцкая ассоциируется у меня с одним лишь словом – любовь. Чтобы объяснить это, придется совершить небольшую экскурсию в прошлое, 1 мая 1585 года. У слуцкого князя Юрия Юрьевича от брака с Барбарой рождается дочь Софии. В раннем возрасте девочка становится сиротой. Через несколько лет умирают и ее дяди Александр и Ян Семенов. Так к Софии переходят все владения рода Алельковича, и она становится самой богатой невестой в Речи Бесполитой. Опекунами девочки были ее родственники Хаткевича. Тот факт, что Хаткевичи находились в денежном долгу перед Радивиллом, сыграл в судьбе Софии решающую роль. Ее пообещали отдать замуж за Янушу Радивилла в счет оплаты долга. Этот договор был заключен, когда жениху едва исполнилось 15 лет, а невесте – 8. Бракосочетание было назначено на 6 февраля 1600 года, когда София достигла совершеннолетия – 15 лет. Однако последующий конфликт между Хаткевичами и Радивиллами явился поводом для переживания всей Литвы, которая боялась кровопролития. При этом до февраля 1600 года молодая княжна не давала согласия на брак, указывая Радивиллам на долю родства между ней и Янушем, а также на разную конфессиональную принадлежность. Будущий супруг Софии был протестантом. Когда конфликт Хаткевичей и Радивиллов достиг своего апогея, княжна дала согласие на брак, а Януш стал умолять своего отца остановить сражение. София перенесла себя в жертву ради мира в Литве. Этот подвиг в последующем станет называться в ее жизни подвигом крестоношения. Что вообще значит крестоношение в браке? Разумеется, свою будущую супруга молодая княжна совершенно не знала и даже не встречалась с ним. Никакой любви в привычном для нас понимании этого слова речи вообще не может идти. Вот только вся ее последующая жизнь свидетельствует о том, что все-таки любовь была. Потому что поступки ее супруга говорят лучше любых слов. Януш Радивилл был настолько вдохновлен своей женой, что несмотря на собственное религиозное убеждение, вместе с ней защищал православную веру. Этого просто не могло случиться, если бы он не увидел в супруге кротости, смирения и преданности. Давайте в мгновение представим себе, что нас хотят уговорить сделать что-то, что противоречит нашим взглядам. Да, при определенных обстоятельствах нас могут заставить, принудить, но вдохновить. Пожалуй, на это способен лишь тот человек, который нас по-настоящему любит. И ведь это чувство мы оттаиваем. Нам уже хочется ради него свернуть горы. Так было и с князем Янушем. Для супруги он выхлопотал у короля Польши грамоту, которая запрещала принуждать подданных Сулуцка к Унии. Таким образом, этот город остался единственным в северо-западном крае, неприкосновенным перед униатами. Вместе с Софией Януш много занимался благотворительностью. В архивах можно найти грамоты читы Радивиллов о пожертвованиях православным храмам. Мне кажется, именно в любви, которую святая проявила в Браге, заключается ее подвиг крестоношения. Земной путь праведной княгиней закончился очень рано, но сначала она испытала горе – смерть двоих своих детей, которые умерли в младенчестве. Отошла ко Господу святая София 19 марта 1612 года. Вскоре умерла ее дочь. Смерть супруги глубоко ранила князя Януша. На одной из каменных плит, которую он поставил в Киево-Печорском монастыре, есть надпись с трогательными словами. Скоробящий супруг со слезами поставил супруге, славнейшей в свое время женщине по роду, красоте, а более добродетелем. Жила 25 лет, 10 месяцев, 8 дней. После смерти жены князь продолжал чтить традиции завещанной святой Софии. Все Радивиллы, которые вступали на княжение в Слуцке, хранили православие в этом крае, хотя сами оставались в иноверии. Такое неизгладимое впечатление произвела на всех эта святая Чета.